Сложная социально-экономическая ситуация в стране поставила население на грань выживания, а органы социальной защиты – в условиях, когда действительно нужно что-то делать. О повышении социальных стандартов и перспективах для жителей края говорили на коллегии департамента социальной защиты населения. По итогам прошлого года при содействии службы занятости удалось трудоустроить на вновь созданные рабочие места почти 30 тысяч человек. Примерно столько же оставалось в поиске работы на начало этого года. Общее число, считают, увеличилось за счет вынужденных переселенцев. Уровень занятости снизился на 3% и составил 58% от общего числа трудоспособного населения. По сравнению с другими регионами, говорят, неплохо. Область первой десятки лидеров. Однако в области из 782 тысяч человек, которые имеют трудовые доходы, 298 тысяч або 38% остаются в тени. И они есть социально незахищенными в случае безработица, хвороба и несчастного випадка на производстве. А также они не зарабатывают страхового стажа для получения пенсии в старости и лягут тягарем для государственного бюджета в будущем. Кроме теневой занятости, органам соцзащиты пришлось заниматься различными видами социальной помощи. В прошлом году субсидиями для оплаты жилищно-коммунальных услуг воспользовались 5% семей области. Каждое восьмое обращение было сделано впервые. Сейчас продолжается составление госреестра особ, которые имеют право на различные льготы. Ключ к решению многих проблем органы соцзащиты видят в продуктивном социальном диалоге власти, бизнеса и людей. Продолжение следует...